Девушки отдыхают 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 Я думал, что это богема, а то всякие паразитики такие, знаешь, что из института выгнали, он шоу-бизнес, знаешь, там, из работы выгнали, он шоу-бизнес, знаешь. И началась такая тенденция, что я набирался вот таких вторинных вещей, которыми не может быть наделан человек, который выходит на сцену, понимаешь? И в программах я пробовал надевать щоки и выдавать себя за кого-то иначе, и потом, когда я то увидел через пару лет, я понял, почему 0 концертей, 0 перспективы, 0 бабла, зйомные квартиры в 32 лет, знаешь, и так далее. И тому, блин, наявность в моем жизни Влада Ряшина, который сделал программу «Шанс», а в программе «Шанс» камера лазала за мной 10 часов в день, и ты уже не мав часу надевать щоки, потому что камер было 5, не снимали постоянно. Я плюнул на то дело, знаешь, и перестав смотреть программу с собой с шанса. Я так думаю, что те камеры вот позбавили меня остальных моих комплексов, которых был просто миллион. Они сделали свое дело, да? Да, да, просто ты понимаешь, что тебя подглядывают и справа, и слева, и видно, если ты там запустил, знаешь, видно и пузяку, и другий подбородок, и третий подбородок, знаешь, и видно твои желтые зубы, если ты там зранку знаешь, или когда ты сбуду на квадратную голову тоже. Вот, так что дякуючи Кондратюку и Ряшину, что я вот попал в эту программу, то фактично, напевно, нас терла останні надії на то, что я какой-то актор, и актор ніякий, и может и слава богу. Тем не менее, снимался в фильмах, мюзиклах. Привет, давайте мне, чтобы крила росли, я не влезу в двери потім. Когда я встаю, каву наливаю, Бо без нее немного туго соображаю. Штани натягую, а я мглепто сию, И в тапочках на босу ногу вискакую. Потім розумію, Шо я замерзаю, И до дому за туфлями швидко повертаю. На зупинку свою Знову прибігаю, И нервово, и с народом на автобус чекаю. Йде маршрутка, Як велика собача будка, На дорозі всіх підрізає, Бо шансом в салоні рупає. Владимирський Централ, Владимирський Централ. Кузьма, Да, ты с музыкой с самого рождения, у тебя мать музыкант, и ты пошел учиться в школу. Я не пошел, меня пошли. Тебя заставили учиться по классу фортепиано. И было ужасно, потому что мама выкладала по классу баяна, и ее кабинет был через один кабинет, куда я ходил. Так что втекнути из уроков, ты карался, как в омане, знаешь, за злодействие. Мне сразу могли просто отрубать руку, знаешь, за то, что я не пришел. И все выглядело очень жестко. Мама давала мне пачечку сырников, я положил ее. Заграв этюд один раз – переложил в сырничок, заграв второй раз – переложил в сырничок. Она на кухне стояла, что-то там делала. И потом я врубался через три месяца, что можно играть что-то свое, небосковый этюд, потому что в кухне же не чути. И кто не поймет, что это играет. И тогда я научился импровизировать. Так что в принципе музыку я ненавидел, но парадоксально вона стала главным занятием в жизни. Но все равно здесь как бы ты не по-своему. А знакомство моё с классической музыкой, оно началось с того, что я выкидывал мамину коллекцию Прокофьева, Чайковского, пластинки. Покладывал в ними велосипедистов, которые ездили по дороге. Скажи, ты сейчас занимаешься на что-нибудь? Играешь на каких-то инструментах? Я пишу музыку до скрябина всю. Какой инструмент тебе сейчас близок больше всего? Гитара, фортепиано? Я очень люблю гитару, но я не умею на ней играть. Я умею играть только панк-рок. Вот так складываю два пальца и еще раз. Кстати, про панк-рок. В школе же вы играли панк-рок? Да. Такой интересный опыт был. Мы, честно говоря, и до сих пор дозволяем грубануть что-то. Пару раз запрошивали на панковские фестивали. Мы готували всю свою главную хит. Блин, я не знаю, чи можно эту интерпретацию на камеру сказать. Чекай, как спи соби сама переработали. Короче, такая жесткая, знаешь, как exploited. Спи соби сама была, только там была не спи соби сама. Более брутально. Короче, да. Было жестко настолько, что я не расскажу, как это было. Кузьма, у тебя был опыт работать телеведущим в начале. Потом ты стал ведущим просто на корпоративах. И теперь непонятно, что все-таки работа, что хобби? Музыка или вот ведение? Музыка однозначно. Это единственная штука, которую я могу назвать работой. А все другие такие ипостации просто валяют дурака, честно. И в телеку так мне просто повезло, что, начиная с шанса, я связался с такими двумя режиссерами, как Вадик Ермоленко и Тарас… Боже, ты представляешь, сейчас где забываешь лучшие… Это все криворусские дороги. Лучшие фамилии, да. Короче, той Тарас и Вадик, и они просто-напросто… После того, когда шанс закончился, таскали меня в других проектах. И все. И я как начинал шансы валять дурака, так и продолжаю валять до сих пор. Да. Но все-таки можно сказать, что телевидение помогло популяризировать «Скрябин»? Сто процентов. Да. 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 Ну, после задних, потому что из той музыки, которую мы и до сих пор делаем, понимаешь, раз на какой-то час, понятно, что вылезут от каких-то хлопцов и олигархи, но в принципе, там большая большая песня философских, мудрых, которых наши медиа не особо жалуют, не особо любят. И потому, я думаю, если бы не было шанса, то все было плечевно до сих пор. А так, я помню тот день, когда пришло пару программ, я первый раз заходил в магазин, в караван, и стоит бабка такая, знаешь, так разводит руки, и так внучку свою за косу, смотри, ты же тот, который вот это, ну, в этой программе, короче, не привязался, что программа так-то называется, что меня так-то звать, могилу так-то звать, знаешь, но уже вот начали тикать пальцем, как в мапу. Скажи, а кто придумал название «Цепная реакция»? У нас просто в Кривом Руге тоже была когда-то давно группа. Да, да, «Цепная реакция», ну, не такой метал такой робили, там, как хард-рок, что ли, там. Не, ну я придумал, конечно, название. Ну, видишь, параллель. Є-е-е, ланцюгова реакция, воно у нас называлось. Ну, я читал на Википеде, ну, как бы «Цепная реакция», у вас была ланцюгова, да? Ну, ребята. Да, братони. Мы когда-то приехали в Кривий Руг, первый раз, первый мой приезд, и был ветер из схода, по-моему, и выступала офигенная Криворийская группа Сера Шейка-Панковская. Я просто, блин, меня не размазали. Потому что, знаешь, в Украине тишь и гладь, и кроме там Льюисской области, никто не знает, что такие «Exploited» или «Badbrains». И тут я приезжаю, чуваки выходят в таких спецовках серых, знаешь, серые шейки. Я рявкнула, знаешь, я просто, у меня тут лишилось в моем сердце. Ну, много металических групп. Да, у вас, кстати, очень много. Нет, металом, я знаешь, хардкор, все-таки хардкор-панк – это такая досить специфичная музыка. Я когда-то за интерес задался целью, так начал считать на пальцах, ну, типа, группы, которые я знаю. Ну, там играют, они не играют, ну, и на 60 я уже закончил считать. Ну, там вроде так, ну, думаешь, короче, хватит. Это что-то и в ГОК есть, ну, не все же знаешь. Короче, наверное, больше ста групп таких, которые такой молодежи подрастают. А еще куча таких, что ты не знаешь, что они там по підвалах упашут. Да. Кстати, я хотел бы вспомнить такой телепроект, просто не с кем было об этом поговорить – «Территория А». Впервые на территории А появился гурт «Скрябин», да, клипы появились. И вообще проект такой делал очень много полезного и хорошего для молодых музыкантов. Я смотрю. И мне кажется, что это была такая вот интересная музыкальная, такая романтичная эпоха в то время. Сто процент. Не скучаете ли вы за этим временем? Дуже. И я не понимаю тех людей, которые гонят на Родницку и говорят, что они там сделали какой-то свой клан, знаешь, и других не пускали. Мы не были в том клане. Тем не менее, мы на рівні зо всеми мали эфири и, может, час от часа там, знаешь, бесплатно там грали на каких-то их этих солянках, которые были очень редко, знаешь, чтобы они не эксплуатировали вот такие дружные отношения. Такая дейсно романтичная эпоха. Я думаю, что они причинны для первого поколения меломанцев в той независимой Украине. Когда я ходу по городу, на меня тиснуть люди. Я вижу их руки. Я вижу их руки. Я вижу их губы. Я в того ходу по городу, мне нервует небо, то и не моё небо. Солнце на стенах, я там, где солнце настелит, Танцую танец пингвина. Страшно веселый. Я там, где солнце настелит. Я там, где солнце настелит. Танцую танец пингвина. Страшно веселый. Страшно веселый. 25 лет в группе Скрябин. Наверняка было всё. И победы, и какие-нибудь разочарования. А был такой момент, что ты хотел просто бросить всё это. Пустились руки, не хочу заниматься музыкой. Всё. Два раза. Два раза. Один раз, когда я разогнав первый склад группы, то было в 2000, по-моему, в первом году. А по какой причине? По причине того, что у нас был первый такой всплеск популярности. Мы поехали в тур, и каждый из нас трёх дістав крила. Почали хамить людям. Понятно, начались между нами склоки страшные группы. Звёздная болезнь? Да. И это была бы моя беда, что я их порозгонял. Потому что, если бы я на тот момент был таким, как сейчас, что было неможливо, в принципе, я маю на увазе, чуть возмужавшись, я бы взял это всё в кулак и просто бы заставил их поменяться, и заставил бы себя. А так я не хотел признаться в том, что я такой самый, как они. И они не хотели признаться в том, что они деградуют, как музыканти. Мы выходили, они лежали. Да, тоже все пофиг, да? Да. Знаешь, такое тотальное хамство. Знаешь, просто иначе слово не назвешь. Реально стидно за тот момент. И я их разогнал, новых не набрал. И был такой момент. Мы же стали пересваритись абсолютно за всеми прокатчиками на Украине. У нас концерт не было, может, с полтора года. Мы даже потом, чтобы навязать мости, обещали, что мы приедем бесплатно и заграем. Но никто даже не хотел бесплатно видеть тот ужас. Знаешь. И вот протягом еще года мы начали набирать новых музыкантов. И вот за 12 лет мы уже с этим новым складом играем. И последний раз, когда мне захотелось это все кинути, это был начат войны. Буквально месяцев шесть назад. Я что-то так сел, и такой, знаешь, как червь залез мне в мозг, начал его хавать. Я думаю, там чуваки умирают, а ты, знаешь, бавишься в какие-то цицки-пицки, знаешь, музыку писать, ездить на концерти. То тривало десять-тижнів-три. Не писал я музыку, напевно, месяцев сім. Вот первый такой поштов был. Позавчора в шестую ранку я встав и написал пісню «Сука, война». Знаешь. Кто тебе кликал, чего ты пришла, старая проститутка, сука, война. Сколько тебе платят за наши тела, сколько еще треба, какая их цена, вот такая вот штучка. То есть не призыв, там, знаешь, захищайте батьки, потому что столько вопросов появилось, что я не маю от на них ответов ниже, я не понимаю название. Правды нет. Да, я понимаю, что все, начиная от первого президента до последнего, все уроди, и все депутаты, всих скликань, все, знаешь, то мега-злодии, типа, какие супер там своими митлами нам, знаешь, наматывают спагетти на вухо. Но не про то была мова. Та депресия пройшла в тот момент, когда нужно было, ты понимаешь, что твои 50 знакомых, как минимум, на войне, типа, и ты понимаешь, что им что-то нужно, а бабки не возьмешь, когда будешь наматывать соби сопли на палец. И я тогда принял решение, что мы все-таки концертуем, даже забираем деньги в тех, кто не понимает, что война, потому что люди отмечают себе дни народа, и корпоративы, знаешь. Причому, ну, не буду кривитись сердцем, но десь, напевно, половина из них, вот, если взять там 50 концертей, то из них 25 точно было для людей, которые понятя не отдавались в том, что гинут люди, и знаешь, и война может прийти до них, и что она уже давно пришла. Вот. И, короче, так началось все с концертами, все-таки, чтобы там брать, а там помогать. Да, это, конечно, все очень печально, но надо что-то из каких-то вот пути, пути, даже чем каждый из нас может просто как-то все закончилось, это ерунда. Да хоть чуть-чуть как-то помочь, даже какой-то поддержкой, как минимум. До сто процентов. Я вот, мы миллион раз ходили там в госпиталь киевский, и навіть посидите покурите с ними, знаешь, и ты уже абсолютно иначе сприймаешь. Там через дорогу такой дорогий кабак, знаешь, люди ходят такие, в рахунки платят, как туалет на бумагах, знаешь. Через дорогу просто перейти, и вот заходишь в ворота, и все, ты меняешься. Я уже иначе не это, иначе не мог себе уявляти вот себе, знаешь, как там, что делать, и как до того относится. Мы один раз привезли пацанчика Русика до меня додому, я его просто помил, потому что он там от сосков вниз, он переализованный. Просто помил своего сина Горбука, мне 47, ему 23, знаешь, потому что он не мог сидеть на кресле. И все, вот так каждый, знаешь, один раз просто дотркнулся до того, и ты стоишь абсолютно иначе человеком, ты уже перестаешь, звертать увагу на какую-то финю, чтобы у тебя голова была, знаешь, ты понимаешь, что чуваки лежат с осколками в голове, с влюбленными, с выдерванными ногами, руками. И вот. Я думаю, что все-таки не вистачает нашим людям такой реалии. В медиа их приховывают. Знаешь, то есть вся правда по телефону, не по телефону, не по телефону слушают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 broth3rmax изображает Мои их не знаешь, на думке себе ловишь, что их поважаешь А моя страна, суцильная руина, и вот ходят в кепрах и в спортивных штанах А моя страна, суцильная руина, как можно не любить свою себе, аж так Вернуться к такой более другой теме, просто другой У нас было очень много групп из Западной Украины в гостях И складывается впечатление, что какое-то землячество есть такое музыкальное Среди групп, рок-групп Западной Украины, это правда или нет? Вы как-то очень хорошо общаетесь между собой? Мне даже тяжело сказать, с кем я коллегую, с музыкантами В моем коле спелкувания такие простые абсолютно люди Один продает какие-то семечки, другой стоматолог, третий вообще бездельник непонятно А вы с музыкантами не общаетесь, не дружите ни с кем? На концертах привезли, чтобы кто-то домой приходил, чтобы сидел, хавил шашлыки, вино пили Такого точно нема То есть я випал с той обойми, напевно, тоді, когда закончилась территория А Потому что тогда было настолько легко все Знаешь, теперь вниз, они пустили, и все, вся страна знала Потом, когда закончилась территория, была такая непонятная какая-то И потом, когда появились вот эти, знаешь, 100 эфиров за 5000 долларов Ты даешь 5000 долларов, а они показывают то вночу, и эти 5000 долларов можно было, знаешь, подтерти в себе одно место И мне стало не интересно в том, я не понимаю процесс, от момента написания песни до момента появления в эфире Потому что в большинстве случаев в эфире появились те песни, которые я не хотел, чтобы они появились Например, я хотел, чтобы появилась песня «Мама», они поставили хлопцы-олігархи То есть они брали то, что понравилось им, а не то, что нужно мне Я бегаю своей маме, буду всегда маленьким И, как только по кличе прибежу скоренько Тому я ей и написал эти слова, как мог Мама, ты меня не вибачу, я стал дорослым И уже минула 43-я осень Как я побачил первый раз свой день Я, может, трохи пиздно став ей розуміти И не часто дарував на день народження квіти И были часы, когда я тижнями ей не звонил Но теперь, когда она меня не обнимает И вместе с датком что-то про внучку питает Я с радостью плачу, что маю живых батьков Мама, ты меня не вибачу, я стал дорослым И уже минула 43-я осень Как я побачил первый раз свой день Мама, а можно я до тебя завтра прийду И мы на кухне не одну годину Соби на разные темы поусидим И так склалося в достаточно большой аудитории людей Вражение, что с Кевин тут такая шалапайская банда Да, мы шалапай, но я люблю писать между строчками Чтобы всегда был какой-то скрыти из музыки Я думаю, что есть люди, которые читают между строк и 100% Скажи, у вас никогда не задавали вопрос тебе Параллель со Скрябином композитором? Задавали Задавали Ноль параллелей Если не враховывать этот скромный момент Что какой-то дикий праправник Скрябина Саня Скрябин Я в него вкрав фамилию Для того, чтобы назвать Ропу И он был моим близким другом Саня, друг, я пишу тебе лист Потому что уже давно тебя не чувствую Не бачу Сто роки уже пришло с того часу Я вот читал статью Я могу сказать от себя лично Провел такую параллель аналогию Вот, там вот написано, что он стремился к космическим сферам На Витькебе написано Фанаты Львова кричали Кузьмат и Космос Вот она параллель Я думаю, что так все сложилось При том, что он первый ввел светомузыку Игру со светом Поэтому все сложилось Я думаю, у меня есть заготовленный блиц-опрос Давай Суть заключается в том, чтобы отвечать быстро Кратко Я буду зачитывать Включай на замедленную зъемку Чтобы я потом быстро отвечал Я даже не знаю Дальше Есть вопросы, которые вообще не имеют никакого смысла Но все равно что-то отвечать Я думаю, это не первое Какой самый безумный поступок ты совершал? Я народился, помню Блин, я сам офигел Есть ли у тебя личный девиз? Есть Не срати в душу іншим Отлично На заметку Любимый город или где любишь отдыхать? Ой, любимое место взагалі в свете Да Да А мне до хрена Честно скажу Саме-саме, что потрясло Сан-Франциско Тоже на заметку Куда ездить? Посмотреть Ни с чем не применяешь Какой самый дорогой подарок тебе приходилось принимать? А я боюсь от таких подарков Я відмовляюся от всех Мне хотели грузии подарить автобус И еще пару политиков Хотели подарить годинник или машину Но я знал, что придется вытрублять и гарно увильну Не-не-не, спасибо Спасибо, но нет Не-не, то не мое Окей Что ты чувствуешь, когда ты в черном, а остальные в белом? Ну что ты мудах Ты умеешь завязывать шнурки двумя способами? Ня Опробовал? Ня Первое слово, которое пришло тебе в голову на букву Ч? Чума Обычно все говорят черепаха Да Любимая книга? Любимая книга Боже Есть у меня такая книжечка Буковский Чарльз Буковский Збирник его Сумозбродных Цих идей Я не помню, как она называется Но там Зборнячок всех его Там у меня просто написано Зборник Чарльз Буковский Так что Назвы нема Но там все с матами И все философское О, это отлично Что вынесешь из горящего дома первым? Бабло Любимая часть тела? Ну то, что вы все подумали Окей Что можешь делать За дня в день И это тебе не надоест? Бухати Что? Вино Клевое вино Страшно люблю пить вино Пью его багато Ну не канистрами Но каждый день Бутилочку-двину Можу посилить Нормально Кем ты мечтал быть в детстве по профессии? Шофером мусорной машины На полном серьезе Я читал правду И последний вопрос У тебя есть муза? Есть Кто это? Тут сидит Кто это? На муза будет секретно А вот на то она и муза Конечно В конце нашей программы Несколько слов от вас Нашим телезрителям Вашим фанатам Всем, кто бы смотрит нашу программу Люди Дякую, что вы вытремали Мене столько времени на экране И хочу нам всем побежать В такой бардачный момент Одного Хоть бы одного нормального президента Хоть бы одного, который не крал И не думал за себя За своих правнуков И чуть-чуть подумал про нас Вот и все Большое спасибо Большое спасибо Дорогие друзья У нас в гостях был Кузима Скрябин Программа «Артикул» Смотрите нас До новых встреч Пока Смотрите нас Субтитры 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 сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я наперед ніколи не вивчаю маршрут Мені не важливо, тільки б ти була тут Все рівно, куди нас понесе вітер В житті не важливий сигнал GPS Якщо не один ти рюкзак свій несеш То знайдеш для себе десь таке місце А пам'ятаєш велосипеди в Парижі І в закопаному лижі місця щасливих людей А пам'ятаєш наш новий рік в електричці І Лондон як на відкриці Місця щасливих людей А пам'ятаєш холодне пиво Стокгольма І знову ми були двоє Місця щасливих людей А пам'ятаєш Як я втікав з інститута Що без тобою побуде І до сих пір я тут єй Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!